В этом году около 15 тысяч выпускников были задействованы в сдаче ЕГЭ. Для лиц ограниченные возможности здоровья также были созданы все необходимые условия. Открыто 56 пунктов проведения экзаменов. В этом году 188 выпускников ОВЗ были допущены к государственной итоговой аттестации. Из них 115 сдали единый государственный экзамен, 73 государственные выпускные экзамены. Также ГВЭ по русскому языку и математике сдавали 235 выпускников Системы управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Татарстан. Как и предыдущие годы, на ЕГЭ востребованы и остаются такие предметы, как общество знания, физика, биология, химия. В 2017 году средний балл ЕГЭ по 11 предметам, кроме географии немецкого языка, больше республиканских результатов 2016 года. Русский язык остался почти на уровне прошлого года. Напомню, в 2016 году снижение баллов было по физике и химии. В этом году выпускники показали хорошие знания. Динамика по физике составляет 3,17, по химии 3,83 балла. По предварительным данным, в сравнении с регионом Российской Федерации, результаты наших выпускников по русскому языку выше, чем большинство регионов. Так, на слайде вы видите, что разница с Москвой составляет всего лишь 0,07 баллов по русскому языку, а по математике профильного уровня и Москва, и Санкт-Петербург имеют более низкие результаты. Доля участников, не преодолевших минимальные пороги, в сравнении с Российской Федерацией, по всем предметам ниже. Это вы видите на слайде. Все выпускники республики преодолели минимальный порог по русскому языку. По профильной математике, доля непреодолевших минимальный порог составляет 0,07, по стране это составляет 14,3. По немецким и французским языкам таких выпускников нет. Значительная доля непреодолевших порог у нас по биологии 6,9, по обществу знания 4,8. Таким образом, системная металлическая работа в целом позволяет нам показывать хорошие результаты на государственной итоговой аттестации. Анализ наивающих результатов ЕГЭ показывает, что число стабальных результатов незначительно уменьшилось с 135 до 123. В 2015 году, напомню, стабальных результатов было у нас 105. При этом уменьшилось количество стабальников по сравнению с 2016 годом по русскому языку с 88 до 50 и по математике с 16 до 1. Вместе с тем, по химии и информатике в 2016 году было по 80 стабальников, а в 2017 году их количество увеличилось до 21 по химии, до 23 по информатике. По биологии количество стабальников увеличилось с 4 до 14, по литературе с 2 по 7, по физике с 3 до 5. Единственный в Татарстане стабальник по математике Яронский Федор Михайлович, выпускник лицея номер 2 города Бугульма. За 4 года впервые появился единственный стабальник по обществу знаний. Это Кудрявцева Мария Олеговна, выпускница лицея номер 78 им. Александра Сергеевича Пушкина, города Набережная Челны. По двум и более предметом 100 баллов набрали 4 выпускника. Это выпускники гимназии 139, лицея 177 города Казани, средняя школа номер 16 города Бугульма и лицея номер 2 Магмадышевского муниципального района. Вы их видите на слайде. Гельмутинова Ильсина, город Казан, привозовский район, лицея номер 139, и Золотухина Настя, СОЖ номер 16 города Бугульма. 100 баллов получились сразу по трем предметам. Это биология, химия, русский язык. Анализ участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более, показывает, что в сравнении с 2016 годом доля высокобальников выросла по профильной математике, химии, информатике и ЕКТ, истории, французскому языку, общества онлайн, испанскому языку, литературе, незначительно по физике. Понизились результаты по географии, немецкому языку. Общее количество высокобальных результатов Республики Татарстан составляет 7 764. Их доли увеличились по сравнению с прошлым годом на 0,8%. Отмечу районы, в которых самая большая доля высокобальников. Это Бугульминский, Сабинский, Зеленодорский, Нижнекамский, Лениногорский, Ознакаевские районы и города, город Набережный Челны и город Казан. В Бугульме каждый третий выпускник имеет высокобальные результаты. Самая низкая доля высокобальных результатов в Дрожановском, Камско-Устинском, Мусюмском, Ютазинском, Тукаевском, Опасовском, Кайбицком, Рапно-Словацком районах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok